вообще-то я не пью и вам не советую но ради такой закуски иногда бывает охота накатить так про что я я про закуску с селёдочкой отрезаем пару кусков бородинского хлеба смотрите если хлеб очень вкусный свежий как у меня тогда можно кусочки делать потолще вообще рекомендую кусочки делать потоньше чтобы всех остальных ингредиентов было больше и вкуснее тогда получается и так бородинский хлеб готов я выбираю всегда бородинский хлеб чтобы он был солодом чтобы был со специями и чтобы он был сладкий по вкусу и очень и очень темный нам нужна селедка у меня здесь в общем все что у меня было и на я обнаружил у себя в холодильнике это во-первых брюшко брюшко очень вкусное очень нежное мясо нарезаю все кубиком кусок спины то же самое нарезаю кубиком так обязательно добавляйте молоку но опять же кто не любит молоку не добавляйте но я вам рекомендую с молокой гораздо вкуснее молоку режем тоже пытаемся резать кубиком получается она у нас неровно потому что очень мягкая кремовая перемешали сельдь с молоком прям на доске прям руками все по-домашнему вкусно классно селедочку берите слабо соленую потому что она вкуснее в три раза что нам еще нужно для счастья яблоко яблоко это неотъемлемая часть чего форшмака вообще-то я и делаю форшмак только в виде бутерброда я забыл об этом сказать самом начале смотрите потоньше режем такие слайсы яблока яблоко берите хрустящее кислое достаточно я думаю может все таки селедка у нас главный продукт они яблоко и так яблоко режем мелким кубиком для того чтобы она прям хрустела и создавала нам прекрасный аромат вот таким образом быстро нарезаем яблоко по закону кулинарного жанра мы можем вернее нужно наш яблочко сбрызнуть лимоном потемнело и осталось лимончик с другой стороны для рыбки это не помеха лучок зеленый обязательно нарезаем его произвольно перышками хотите крупными частями главное чтобы он у нас был если нет зеленого используйте репчатый но тогда его лучше вымочить в воде чтобы он был не такой агрессивный или используйте красный лучок он помягче белый лучок тоже неплохой петрушка я петрушку использую потому что как этот момент подумал все используют форшмак с укропом делают форшмак с укропом а я буду делать с петрушкой на зло всей европе а яичко непременно атрибут даже если у него синенький желточек это потому что мы его долго варили вернее ну варил его не я она была у меня готовая лежала для того чтобы личный желток не был синим его нужно варить ровно 7 минут ровно 7 минут тогда желток схватывается и не успевать посинеть осеннеет он обычно когда варишь его 15-20 минут возвращаемся к нашим баранам но в нашем случае от не бараны а я даже не знаю как это назвать форшмак броды как только не называют бутерброды с открытые сэндвичи называют смор с море броды наши друзья кто увлекается скандинавской кухни или как ее сейчас модно называть нордик кузин смотрите сметана метану я взял жирную но во первых сельдь у нас уже априори жирная поэтому чё нам стесняться хотите диетический продукт кушайте салат хотите вкусный продукт с селедкой яблочком и бородинским хлебом то тогда вам в очередь за жирной сметаны она должна создавать у нас свежесть ну и соответственно влажность форш макброд получается очень и очень сочным так нам нужно поперчить обязательно как вы без черного ароматного перца прям не стесняйтесь не жалейте перца теперь выкладываем сюда яблоко смотрите яблоко берем вот таким образом выкладываем да почему еще мелко нарубленное яблоко удобно кушать не нужно откусывать куски кто-то накладывает прям ломтями так тоже можно но есть неудобно петрушим наш бутерброд который называется форш макброд так кладем по кусочку яйца сюда так красиво выбираю рядом можно некрасивый так когда добавили яйцо пора селедки вот смотрите так чтобы у вас и селедка и филе и молоки попадали на бутерброд понимаете о чем я это получается настоящий форш мак сметана есть селедка есть яблоко есть яйцо есть зеленый лук ждет своего часа все есть для того чтобы для того чтобы пить закусон получается очень крутой мировой ароматный вкусный но очень важно я каждый раз это подчеркиваю вы должны использовать самые лучшие продукты теперь лук смотрите как мы зеленый лук не добавим на селедочку но это вообще просто какой-то безобразие без лука потому что селедка без лука имеет свой роман а с луком она становится вот тем самым настоящим русским блюдом кому понравилось повторяйте подписывайтесь на нашу группу с вами был я шеф-повар василий емельяненко до скорой встречи и приятного аппетита